Привет всем сирокезосмотрящим! Сегодня едем зажигать елку. 4 декабря 2022 года. Город как-то украшен, ничего нового нет, но вы все прекрасно знаете. В парке бродили гномы, призывали к различного рода интересным новогодним мероприятиям. Можно было заказать прямо под елку. Ну или приход группы Дедов Морозов или гномов или еще кого-то. Я за них подержался на удачу, может поможет. Рождественский базар, как всегда, здорово. Дети уже готовятся к Новому году, мишура, елочки. Ну в общем было на что посмотреть, что прикупить, кому было интересно. Магнитики, календарики, ну и прочая новогодняя утварь. Вовсю продавался горячий чай, сок горячий. Ну в общем замерзнуть было сложно, если конечно в кармане есть лишних там 5-10 евриков. Цены, конечно, выросли на все, сами понимаете. Вот блин раньше стоил там еврик, евро 50, потом 2. Ну а теперь блин с сыром 4 евро стоил. Для тех, кто вот не был, ему интересно, 4 евро стоил блин. Живой зоопарк, непременно условия новогодних праздников на фестивальном парке. В этот раз то же самое присутствовали все рождественские герои, так скажем. И конечно наши погарки. Хочется сказать, что народу было действительно очень много. То есть люди дома не сидели. Ну наверное потому, что мороз был небольшой, всего лишь там минус 3 градуса по-моему. И конечно в такую погоду, что же дома сидеть, когда можно замечательно на природе вот так вот, ну как в природе, в городе, в парке провести время и даже зажечь ее ручку. Видите, народу было действительно много. Наши вот эти украшательства, Розыкненские, они все время по городу гуляют каждый год. В разных местах, они просто меняют место деколокации. Вот в этом году на фестивальном, на площадке снеговик стоял. Подарки были внизу, а иногда все наоборот. Ну он действительно милый. Немприментная атрибутика вот новых годов, всякие светящиеся прибамбасы к Новому году, пользуюсь постоянно интересом. Ну и конечно Деда Мороза в домике, надо сказать, очередь тоже была нехилая. То есть, чтобы попасть на прием, надо постоять. Ну, то есть спрос большой на Деда Мороза. Елочка, вот сами видите, она привычная для нас. Даже можно сказать уже родная. Вот такие вот. Не фото. Хорошего гуляния всем. Спасибо. Мы пьем очень вкусный напиток. Надеюсь, там не только напиток. Черная смородина. Но она же с бальзамчиком. Нет, нет. Представьте, нет. Вообще безалкогольный. Безалкогольный. Очень вкусный. Правильно. Очень вкусный, полезный. И вам советую. Хотите, я попою вас? Ну некогда, надо все обижать. Удачи вам. Ну и, конечно, различного рода. Выпечка, кренделечки, всякие венчики. Ну, все традиционно. При этом все вкусно. Детворе, конечно, было о чем позаниматься. Погода реально способствовала. То есть, этот легкий морозец, снега достаточно. Действительно, вот хватает предновогоднее вот это ощущение. Оно было. Тут есть вот афиша. Все новогодние праздники расписаны. Где, чего будет. Пожалуйста, пользуйтесь. Ну и вот эта вот рамочка очень так прям по теме. Потому что, получается, если там еще вот сзади чуть-чуть подсветочку, ну, очень хорошо становишься. И вот, получается, новогодняя открытка на 23 год. Очень, очень, очень хорошая идея. Недостатка в Гномах не было. Ну, и присутствовали, конечно, все мультяшные герои различных детских этих мультиков, которые любят детвора, там, начиная от Машеньки и кончая Хаги-Ваги. И, в общем, были все. И уже какие-то простые зайцы смотрелись как-то так уже, знаете, вот-вот, что такое этот зайец. Вот то ли дело Хаги-Ваги с зубами кривыми. А зайцы уже, ну вот, хотя есть поклонники традиционных медведей, зайцев. Ну, а очередь не убывала. Кстати, до самого, до последнего часа, минуты работы фестивального домик стояла очередь. Субтитры подогнали Симон. Ну, был замечен мэр, снимающий тик-ток. Сейчас это модно. И вот, благодаря этому событию, город просто ожил. Вот, смотрите, это вечер. И вот такое вот от светофора до светофора движение. То есть, праздник вас требован после пандемийных вот этих вот пару лет. Конечно, людям очень даже хочется вздохнуть свежим воздухом. И, ну вот, опять же, меня смущает на Новый год динозавр. Что он там делает, я не понимаю. Зачем традицию нарушать? Есть же нормальные... Ну, это вот такое время, когда все перепуталось. Что делает динозавр в новогоднем лесу, мне до сих пор непонятно. А может, это дракон? Ну, ладно, пусть будет дракон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Впереди у нас еще Рождество. И страшно подумать, что мы можем увидеть в парке на Рождество. Ну, помимо библейских героев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова елочку все-таки зажгли значит да вот мы ее зажгли можно порадоваться факту зажигания елки но не самой елки потому что елка традиционная привычная если мы пытались что-то в ней найти нового то ничего не нашли традиционная розыгненская елка ну а по городу украшательств не сказать бы чтобы много но вот мне кажется елка водоканала смотрится не хуже основной елки по крайней мере она украшена более ярко ангелы кочуют по городу тоже они в этом году они обосновались замковой горы зонтики по моему переместились на дар за улицу ну то есть вот такой микс природе происходит город немножко освещен немножко украшен ну по нашим временам очень даже неплохо деревья наши и светится это радует где светящихся становится все больше и как бы с каждым годом где-то что-то добавляется по одному дереву у ду мы остались висеть новогодние шарики ну как и раньше было то есть там что-то вот на том берегу светится да там шарички с этой стороны шарички пропали елочки красивые стоят у юрика и музея ну все на этом прощаемся до рождества вернее видео будут еще но на этом собственно все такой вот у нас предрождественский город всем пока увидимся не забывайте подписываться ставить лайки кому очень понравилось нажимать кнопку спасибо кто считает что хочет выиграть в конкурсе то эту неделю еще мы пишите сразу комментарий я первый вот увидели видео пишите хотя уже пока вы смотрите уже кто-то за вас поставил я первый всем удачи всем пока а и и и